Сегодня в Чебоксары прибыла глава Российского императорского дома, Великая княгиня Мария Романова. Это не первый ее визит в Чувашию. Мария Владимировна уже приезжала в столицу республики в 2003 году. В этом отмечается 400-летие дома Романовых. Ольга Григорьева и Евгений Анисимов тоже встречали ее императорское высочество. У гостиницы в центре Чебоксар, где остановится Великая княгиня Мария Владимировна Романова, сейчас все и все на готове. Она должна подъехать буквально с минуты на минуту. Встречается главу императорского дома Романовых, будут по давней традиции, хлебом и солью. Мы очень довольны, что пригласили, нас очень рады. И большая честь, что нас пригласили. Хотим узнать многое. Великая княгиня уже побывала в Москве и Нижнем Новгороде. Теперь на очереди Чувашия. Сообщается, что дальше будут Татарстан и Самара. И вот уже мне сообщают, что кортеж на подходе. Прежде чем рассказать о программе «Визит», немного о биографии Марии Владимировны Романовой. Известно, что живет она в Мадриде, где и родилась 23 декабря 1953 года. Окончила Оксфордский университет. Свободно владеет несколькими языками. Английским, французским, испанским. Говорит и читает по-немецки, итальянски и арабски. После кончины отца князя Владимира Кирилловича стала главой дома Романовых. В своих интервью она нередко подчеркивает, что является носителем идеала православной монархии. Но не хочет навязывать жителям страны свои убеждения против их воли и заниматься политикой. Однако готова служить россиянам, используя духовный и исторический потенциал императорского дома. Спасибо. Спасибо. Великая княгиня пробудет в Чувашии три дня. Она встретится с главой республики Михаилом Игнатьевым, митрополитом Чебоксарским и Чувашским Варнавой, а также председателем духовного управления мусульман Чувашия Альбиром Кыргановым. Гостья побывает у монумента воинской славы, куда возложат цветы. Она также посетит Веденский кафедральный собор и мечеть Булгарную. И, конечно, место раскопок в сквере имени Константина Иванова, где недавно археологи обнаружили останки, предположительно, бабушки первого русского царя Марии VI. Ожидается, что Великая княгиня познакомится с архивными документами, материалами и также встретится с теми, кто участвовал в этих раскопках. В программе визита Великой княгине главы императорского дома Романовых также значится село Шоршел и Мариинско-Пасадского района. Но на данный момент это пока вся информация.